Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про стабильность вин. Что это такое и что необходимо делать, чтобы наши вина были стабильны. Конечно, начинаем, как всегда, с понятия, что же такое стабильность. Хотя я думаю, что большинству это понятно. Это сохранение вином своих свойств, чтобы там уже не протекали никакие процессы. Но, как правило, самое простое это сохранение прозрачности. Вот это основной фактор стабильности вин. Конечно, еще часто говорят о химических свойствах, но мы понимаем, что в вине периодически проходят некие превращения. И так и должно быть. И стабильность вкусовых качеств. Мы понимаем, что в вине все равно будут идти определенные превращения. В том числе и вкусовые. То есть, если касаться вот этих качеств, то чтобы не проявлялось ничего такого неприятного. Сама стабильность, она бывает нескольких видов в зависимости от причин, как бы вызывающих нестабильность. Первая стабильность это биологическая. И связана она с развитием микроорганизмов в нашем вине. То есть, когда микробиологические процессы там останавливаются, мы можем говорить о том, что вино стабильно. Что же способствует этой самой биологической стабильности? Первое. Правильное завершение всех процессов, которые должны завершиться. А у нас их два. Спиртовое брожение и яблочно-молочное. Когда они завершаются, значит мы уже можем говорить о некой стабильности. Пока эти процессы идут, ни о какой стабильности речи идти не может. Следующий важный момент это наличие питательных веществ для этих самых микроорганизмов. О чем я здесь говорю? Вот просто как попуга. Я бесконечно отвечаю на вопрос и говорю о том, что не добавляйте сахар в процессе. Не добавляйте сахар, когда вам кажется, что уже все закончилось. Если вы хотите, вам очень хочется добавить сахар, добавьте его перед употреблением. Это самое простое. Потому что, вот пример, я не просто так принесла эту бутыль, затвор видно. То есть выделение углекислого газа идет. Эту бутыль я принесла с балкона. Пусть никого не смущает вот эта. Силиконовая пробка, она пытается выскользнуть из этой бутыли. Поэтому это чистый фиксатор, чтобы она не выпрыгнула. Так вот, эту бутыль я принесла с балкона минут 20 назад. Сейчас на термометре 8 градусов, было 4. И даже там на балконе при 4 градусах уровень в затворах был разный. Это идет яблочно-молочное брожение. И хотя я эту бутыль выставляла мне на балкон недели-две назад, и мне казалось, что уже вроде как все завершилось, а ничего не завершилось. Яблочно-молочное брожение, я тоже много раз говорила об этом. Если оно однажды началось, оно будет идти, пока не закончится. Так вот, если в этот момент, то есть процесс какой-то там идет, и если в этот момент мы добавляем сахар, мы добавляем, грубо говоря, еду для микроорганизмов, то вот эти яблочно-молочные бактерии могут. Конечно, вам может повезти, но вероятность патологического процесса, она велика. Они могут вместо разложения яблочной кислоты начать кушать сахар и испортить ваше вино. Я об этом тоже много раз говорила. Поэтому факторов роста добавлять не нужно. То есть первое, процессы все должны завершиться раз. И в этот момент никаких факторов роста в виде сахара добавлять вообще нельзя. Потому что это приведет к нежелательным последствиям. Дальше, что может еще способствовать биологической стабилизации? Это, конечно же, уничтожение вот этих самых микроорганизмов. Чем это можно сделать? В промышленности это, конечно, фильтрация специальной обработки. Это сульфитация. Но добавление серы не всегда и не всех может убить. Существует определенная группа микроорганизмов, очень устойчивых к серии. И одних мы убиваем, а другие могут вполне существовать. И при определенном стечении обстоятельств начать развиваться. Это бывает крайне редко, но тем не менее, это факт. И, скажем так, самый надежный метод устранения вот этих самых микроорганизмов в домашних условиях, это, конечно же, пастеризация. То есть после тепловой обработки мы уже там убиваем абсолютно всех. Надо ли это делать? Я всегда сторонник того, что без необходимости этого делать не нужно. Вот если у нас какой-то пошел неправильный процесс, тогда да. Либо, если мы четко понимаем, для чего мы это делаем. То есть, например, мы хотели какой-то остаточный сахар, чтобы у нас был. И тогда нам надо там всех убить, чтобы дальнейшее превращение сахара не шло. Остановить брожение мы хотим его остановить именно таким способом. Не добавлением химических агентов, а термической обработкой. Вот в таком случае, да, это имеет смысл. Часто вы спрашиваете, а если вот я вынесу на холод, то там может все микроорганизмы умрут. Ну, видите, при плюс 4 они не умерли. То есть, на самом деле гарантии нет. Потому что микроорганизмы, они такие очень хитренькие. Некоторые из них переходят в такое спящее состояние, когда им, в общем-то, все равно, что происходит вокруг. В дикой природе же дрожжи выживают, правильно? Даже при сильно отрицательных температурах. Они же в почве живут, где-то в окружающей среде. Поэтому они могут замереть на время и потом при благоприятном стечении обстоятельств проснуться. То есть, тепловая обработка в этом плане, она гарантирована. А обработка холодом, ну, может повлиять. Потому что обработка холодом, мы еще будем говорить, она является тоже одним из стабилизирующих мероприятий. Потому что она способствует выпадению определенных веществ в осадки. И в этих определенных веществах, конечно же, содержатся и факторы роста для микроорганизмов. Соответственно, мы просто у них еду забираем. Ну, и тогда им уже жить там, в принципе, неинтересно. То есть, частично холод может повлиять на биологическую стабилизацию. Но не до конца. Хотя, напомню, если у нас там уже кушать нечего, все завершилось так, как должно было завершиться, то вино наше будет стабильно, хорошо храниться и все с ним будет замечательно. Следующая стабильность, это стабильность к помутнениям. Хотя, та же биологическая стабильность может проявляться тоже в виде помутнений. Когда идут неправильные процессы, то, как бы, визуально они могут проявляться, в том числе и в помутнениях. Ну, мы сейчас будем с вами говорить о белковых помутнениях и кристаллических. Я буду это рассказывать кратко и поверхностно, потому что, на самом деле, по этим темам есть отдельные книжки. То есть, тема очень обширная и, ну, очень-очень много там всего. Мы с вами коснемся кратенько. Наверняка у вас такое бывало, что вроде ваше вино, оно классно осветлилось, через некоторое время оно начинает по какой-то причине мутнеть. Первое может быть какой-то биологический процесс, но мы с вами это разобрали. А дальше это может быть белковое помутнение, потому что белки, они содержатся в вине, со временем они выпадают в осадок и могут вот давать такие, при переходных состояниях, могут давать помутнение. Сами эти белковые помутнения и вообще количество белков, которые есть в вине, зависят от очень-очень многих факторов. Вы даже у меня как-то спрашивали, почему вот одно вино у вас более-менее прозрачное, а второе мутное. Это зависит от сорта, это зависит в том числе и от того, как виноград выращивался и как его кормили, от количества азота. Если вы даете много азота, то потом помутнения могут встречаться гораздо чаще. В моем случае там это была моя ошибка. Я вам говорила, что, например, в некоторых случаях переливка из горла в горло для красных вин это очень хорошо, но вот со светлыми винами так делать не стоит, потому что прозрачное вино, вот эта муть взбаламучивается, аэрация способствует появлению вот этих самых помутнений. Вино становится таким сильно мутным и осветляется потом очень-очень долго. Поэтому именно касательно светлых сусел, неважно по красному, по белому, ну, сусло из белого винограда, вины из белого винограда все-таки надо всегда снимать только через шланг, не лениться. Так вот, вернемся к белковым помутнениям. С красными винами, как правило, все проще, потому что благодаря тем веществам, которые содержатся в красных винах, белки очень быстро переходят в нерастворенное состояние и опадают в осадок. Поэтому красные вина достаточно легко, быстро и самостоятельно осветляются. Со светлыми, за счет того, что танина там меньше, происходит все гораздо сложнее. А часто белковые помутнения могут возникать из-за перепада температур, когда вино перемещается из холода в тепло и из тепла в холод. Тоже не будем детально это разбирать, просто это имеет место быть. То есть, если вы переместили из холода в тепло, либо наоборот, было, например, жарко, там вино стояло приблизительно при 30 градусах и стало мутнеть, либо при похолодании оно стало мутнеть, вот это те самые белковые помутнения, они проявляют себя именно так. И в данном случае, например, понижение температуры, оно, конечно, способствует выпадению этих самых белковых соединений в осадок, но не полностью. И вино из холода, вот как я вам сказала, при изменении температур, то есть перемещенное из холода вино абсолютно прозрачно, может при комнатной температуре помутнеть, потому что белки начинают переходить в различные формы. Что же может способствовать стабилизации от этих помутнений? На самом деле длительная выдержка вина этому и способствует. То есть вину надо время, чтобы вот это все осаждалось. Но бывает, что у нас этого времени нету, да, и мы начинаем вину помогать. Помогать каким образом? Бентонит очень хорошо устраняет вот эти самые белковые помутнения. И мы с вами говорили еще об одном способе осветления вина, оклейки, которая в том числе способствует и дальнейшей стабилизации вина, это обработка желатином. Есть даже два ролика на канале. Но тут еще что хочу сказать, что при обработке желатином иногда бывает такое явление, как переоклейка. Что значит переоклейка? Вот вы ваше вино обработали желатином, оклеили, и оно стало кристально прозрачным. Все классно. И тут через некоторое время оно начинает мутнеть. Это и есть та самая переоклейка. Потому что все вот эти процессы в вине, они достаточно сложные, взаимосвязанные и протекают не всегда сразу в течение какого-то количества времени. Так вот, если вдруг такое произошло, и у вас вино из абсолютно кристально прозрачных после обработки желатином вдруг стало непрозрачным, стало мутненьким, это очень легко устраняется, либо бентонитом, либо агар-агаром. Но агар-агар тоже можно пойти в любой магазин продуктовый, сейчас там везде его продают. То есть купить его достаточно легко. Там это все механизмы действия основываются на положительных, отрицательных зарядах частиц. Тоже не будем в это углубляться. И есть один ролик по переоклейке, я вам обязательно оставлю ссылку. Но что хочу сказать, периодически появляется такой вопрос, и даже кто-то говорил, ой, можно одним агар-агаром осветлять. Нет, нет, еще раз нет, один агар-агар не работает. Вы его в вино добавили, и происходит ничего. Он работает только вместе с желатином, и по-другому никак. Но если вы по какой-то причине сначала добавили агар, сверху можете добавить желатин. Все будет очень хорошо работать. Конечно, очень хорошо для такой вот стабилизации от белковых помутнений, выдержков дубовых бочков. Потому что дуб как раз-таки тоже этому всему способствует. Но не всегда, не у всех есть такая возможность. А вот самим белковым помутнением часто способствует кислород. Поэтому может быть так, что если были неплотно закрыты крышки, вино стало мутным, при этом оно могло и не испортиться. В таком случае мы его оклеиваем, обрабатываем желатином, либо бентонитом, это уже что вам будет удобнее. И вино начинает приобретать стабильность. То есть после того, как все эти белки выпадут в осадок, опять же, вино становится стабильным. Таким образом, белковое помутнение от чего зависит? От содержания белков. Раз их может быть больше, их может быть меньше. С другой стороны, если, например, даже вино содержит много белков, но мы не можем это посмотреть без химического анализа, то все равно превращение этих белков в нерастворимой формы и помутнение, которое мы можем заметить, они могут происходить не всегда. Для этого нужны какие-то определенные стечения обстоятельств. К чему я это говорю? Что вот послушав, что есть такие виды помутнений, надо быстро что-то делать, я сторонник делания ничего. Без необходимости, разумеется. То есть если ваше вино нормальное, прозрачное, сразу бежать что-то делать, пытаться его осветлять, на случай, что вдруг оно потом помутнеет, не стоит. Может оно прекрасно у вас сохранится прозрачным. Если же у нас вино сильно мутное изначально, тогда да, можно предпринять какие-то меры. Какие я вам говорила? Желатин либо бентонит. Вот смотрите, как пример, да, даже поставлю. Оно практически прозрачно, оно еще не проходило никакой холод. Это, кстати, Антоний Великий по-белому. Видите, достаточно прозрачное, на самом деле, да, не кристально, так оно еще дображивает на яблочном и молочном брожении. Хотя здесь уже крышка закрыта, но тем не менее. То есть вот с такими винами ничего делать не надо. Если мы никуда не спешим, то пусть оно себе спокойно само осветляется и само стабилизируется холодом и временем. Да, напомню, что как раз-таки вынесение на холод, сейчас мы вернемся, плавно перейдем к третьему виду стабильности. Что вот холод, он частично способствует осаждению, в том числе белков. Так, частично способствует биологической стабильности. Частично. И способствует третьему виду стабильности. Стабильность кристаллическим помутнениям. А вот здесь мы возвращаемся к теме винного камня. Есть по нему отдельное видео. Под этим роликом, нажав кнопку еще, по-моему, вот она с той стороны будет, я оставлю все полезные ссылки, чтобы вы могли посмотреть. Что такое винный камень? Очень кратко. Это соль винной кислоты, калиевая соль. Но еще бывает и кальциевая соль. Вот калиевая соль, с ней все гораздо проще. Вынесли на холод и все осело. Ну, вот здесь, кстати, видно, вот здесь на дне начинают нарастать такие кристаллики. А с кальциевым все происходит немножко по-другому. Потому что как раз-таки кальциевая соль, она не так подвержена влиянию температур. Ей просто нужно время. И то же, что часто может происходить ваше, казалось бы, вот с этим я сама сталкивалась не раз. Особенно, кстати, с белыми винами такую проблему почему-то, ну, я не видела. А вот с красными, что получается? Вот оно у нас постояло на холоде, красиво выпал винный камень. Иногда он бывает так сильно нарастает, такая хорошая корочка. Мы снимаем свинного камня и заносим в тепло. Ну, напоминаю, что я пока что, ну, нет у меня возможности, я все делаю в квартире. И что я делаю зимой? Вот сейчас, а, ну, уже зима. Я выношу на балкон все. И держу там до тех пор, пока либо не приходят сильные морозы, я понимаю, что уже плохо вину там стоять, оно может замерзнуть, да. Ну, либо пока не приходит сильное тепло. До этого времени у меня все стоит на балконе. И вот бывает, что я понимаю, что будут какие-то морозы, я уже заношу в квартиру и уже не осуществляю вот этих вот опять выносов. Оно уже остается в квартире при этом, скольких, 20, ну, 22 дома. Так вот, и вдруг через некоторое время красный вино становится мутным. Причем таким мутным, как будто вот женские тени для век. Просто кто-то взял туда и насыпал. И прямо вот видно, в толще такой перламутр плавает. Вот этот перламутр, это те же самые кристаллы. Конечно, сложно сказать, либо это калиевая, соль не выпала, но она, скорее всего, что уже выпала при холоде. Либо кальций, потому что кальций, ну, вот он не подвержен никаким температурным штукам. Когда хочет, тогда и выпадает. Как можно поспособствовать? Все вот эти вот штуки идут за счет кристаллизации. То есть есть молекулы вот этой самой соли, им надо собраться в кристаллики. И для кристалликов, что важно, это наличие центра кристаллизации. То есть, например, если, знаете, есть такие бутылки для вина, некоторые думают, что это типа очень круто, такие бутылки с очень большой здесь выемкой. То есть любое то, что там находится такое выпуклое, является центром кристаллизации. Если мы туда опустим какой-то нейтральный предмет, он тоже будет центром кристаллизации. И, кстати, в разных посудах стекло, пластик, про пластик как-нибудь отдельно поговорим, я думаю, что в ближайшее время. Вот в зависимости от этого тоже соли эти выпадают по-разному, потому что им либо есть где нарастать, либо нету. И когда нету, то больше вот этих вот помутнений. То есть кристаллические помутнения имеют место быть, калиевая соль выпадает проще, кальция выпадает сложнее. Еще если возвратиться к калиевой соли, к винному камню, то яблочно-молочное брожение, оно способствует, оно высвобождает калий, и потом проще процессы происходят. Если мы яблочно-молочное брожение оставляем на весну, то есть мы решили, а у нас все отбродило, перчаточка опустилась, мы это на холод, пока там эти яблочно-молочные бактерики проснутся, и камень может особо не выпадать. Потом весной у нас пошло яблочно-молочное брожение, да, часто и многие сталкиваются с тем, что вдруг, когда приходит весна, начинает вино вновь бродить. Это то, что вы не завершили осенью. И тогда винный камень выпадет к следующей зиме. И поэтому, ну, если вы, конечно, за это время выпьете, вино будет хорошо, но если оно у вас хранится, то вполне вероятно, что к следующей зиме вдруг ваше вино сначала может помутнеть. Потому что кристаллы сначала собираются, оно мутнит, и только потом выпадает в осадок. Конечно, опять же, есть химические агенты для того, чтобы не было вот этих процессов, вообще образование этих кристаллов, добавлять метавидную кислоту. Ну, честно, да, я против таких вмешательств лично я. И как это сделать, я вам не подскажу, потому что я этим не занимаюсь. И еще один момент касательно винного камня. Существует такое мнение, что вот, ну, поскольку кристаллизуется все на холоде, значит, при занесении в тепло он тут же начнет обратно растворяться, поэтому снимать с осадка нужно на холоде. Ну, честно говоря, так себе удовольствие. Вот напомню, я принесла, когда с балкона было здесь плюс 4. Вот сидеть и при плюс 4 переливать, ну, честно скажу, не доставляет никакой радости. Так вот, оно постояло, наверное, час-полтора, температура 11 градусов. А если у нас 20-литровая бутыль, то вы 10 раз успеете перелить, все это холодно, и оно не нагреется. Поэтому на этом моменте не стоит зацикливаться. Подводя итог, для стабильности вина, в первую очередь, нужно время. Ну, либо наше вмешательство. Вмешиваться, либо не вмешиваться, это решение вы принимаете самостоятельно. Иногда в этом есть необходимость. Мою позицию вы знаете. И мой совет, моя рекомендация. Не спешите разливать вино в бутылки. Не спешите. Потому что вот, путь стабильности долгий. И пока вино не стабильно, разливать его в бутылки, ну, нет смысла. Вы разлили, потом у вас там начинают выпадать осадки, помутнение, еще что-то. Оно вам надо? Ну, без специальной обработки этого делать не стоит. То есть, если уже очень хочется, нам надо точно убедиться, что все у нас завершилось так. И что наше вино стабильно. На разрешение желаю, чтобы ваши вина поскорее приобретали стабильность. Радовали вас своим вкусом и ароматом. А я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите с вами и задавайте вопросы. Напоминаю, под видео, нажав кнопку еще, будут полезные ролики. Будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!